Конечно же ждем мы медали от наших всех спортсменов, в том числе и биатлонистов с огромным удовольствием. Но хотим сказать, что пока не олимпийские медали, но другие медали мы уже сейчас завоевываем. В Новосибирске с 13 по 18 февраля проходил третий этап всероссийских соревнований среди юных биатлонистов Кубок Анны Багали и Лыжный мир, который одновременно является также первенством Сибирского федерального округа по биатлону и отборочным этапом на первенство России. Вот такие вот серьезные соревнования проходили. И, между прочим, наши как раз-таки красноярские ребята, в общем-то, показали себя наилучшим образом. Здесь они в нашей студии находятся. Чемпион Тимур Тагачаков, бронзовый призер Ева Бездомникова и Дарья Кривошеева, участница межрегиональных соревнований. А также у нас есть старший тренер по биатлону Анатолий Ходик, вот такой вот большой компаник. Нам сегодня пришли. Доброе вам всем утро. Да, и принесли такую красоту. Чуть позже непременно расскажем и покажем, собственно, все эти медали. И поговорим о тех снарядах. Это так называется? Можно повторить, что инвентарь, правильно, да. Ну, видите, в спорте. Профан. Также хочется задать вопрос. Кто такая Анна, вот в честь которой, собственно, кубок? Для вас-то знакомый человек, на которого вы равняетесь? Да. Она трехкратная песка чемпионка. Так. Хорошо и хочется быть, как она. Да. Таким же мощным, сильным. Насколько хорошо получается выступать? Уже чувствуете в себе серьезный потенциал? Или чувствуете, что пока только рост, пока еще вот, ну, знаете, бывает аккумуляция энергии и в дальнейшем уже... Пока еще рост. Пока еще рост. Да. А много ли было соперников у вас? Насколько вообще конкуренция чувствовалась на лыжне? Ну, вообще, много соперников. Да. Сильные? Да. Участвовали порядка 450 участников. Ну, группы были разные. В некоторых группах было 60 спортсменов, в некоторых доходило до 100, то есть в зависимости от возраста. Ну, то есть соревнования были такие значимые. Народу было очень много. То есть медали эти достались не просто так. Говоря о медалях, вот, например, в индивидуальной гонке Тимур показал, на 10 километров взял бронзовую медаль. Не указали нам результаты по времени, но, тем не менее, в 6-километровой гонке золото. Почему вот именно таким образом распределились силы? Или это случайность? Нет, в индивидуальной гонке... Такая была тактика? Нет, я просто сострелил хуже в индивидуальной гонке. А, вон. Ну, тем не менее, соперники были хороши, они тебя нагоняли? Конечно. А чувствуется вообще, в принципе, чаще всего на соревнованиях показывается все-таки лучший результат, или чаще происходит, что на тренировках он... Нет, на соревнованиях лучше. Что дает вот эту вот энергию некую? Потому что все-таки там ведь волнение. Ну, у меня нет волнения на старт. Даже когда стреляешь? Нет. Время гонки вообще нет волнения. Не переживай, человек. Только перед стартом бывает небольшая атака. Нет, это похвали на самом деле. А вот скажите, чаще всего биатлонисты, ну, так традиционно бывает, что делятся на тех, кто стреляет, и тех, кто бегает. Ну, лучше. Что у вас, какая сторона сильнее? У меня и то, и то. А, ну, молодец. Да и в жене классные. А девушки у нас как? Ну, пока стрельбой надо много работать, а бегать пока лучше получается. А вот скажите, девчонки, была такая ситуация совсем недавно, не на ближайшей олимпиаде, но тем не менее, на одни соревнованиях белорусская, если не ошибаюсь, спортсменка, случайно палкой наступила, а, я помню, лыжней, лыжа наступила на палку спортсменке, которая шла на золото. И, в принципе, могла ее обогнать, это было уже на финале. Но она не стала этого делать, потому что посчитала. Как вы к этому относитесь? Правильно ли это? Это, в первую очередь, честно? Или, ну, как бы в спорте любые возможные нужны способы? Честно. То есть она молодец? Да, молодец. Вы бы так сделали? Я бы так сделал. А есть какие-то, ну, наверняка, я думаю, что они есть, но расскажите нам о них подробнее, какие кумиры в биатлонном мире, на кого равняете, с кем вы хотели, может быть, быть? Я и на кого не равняюсь. На тренера, может быть? На тренера. А еще скажите, в вашем виде спорта скромность – это самое важное качество? Нет. Хотя у девчонки вот оказывают обратное. Почему-то скромность жизни, наверное, да, уже непосредственно на соревнованиях и в гонке. Ну, о какой скромности может идти? То есть некоторые соперницы, когда слышат сзади «Лыжню», думают, что сзади них мальчик бежит. Там просто такая упорная. Давайте перейдем вот к этим атрибутам, к лыжам. Собственно, ай, я немножко перекрутился. Переставил. Чем отличается вот обычных, от обычных беговых лыж, ну, например, которые у меня были в школе? Давайте разберемся. Они не деревянные. Это да. Собо собой. Они не сломанные кончики, не обязанные изолентой. Да. Ну, сейчас пошли, модификация пошла уже, крепление, если вы можете заметить, ставятся у нас не на болты вкручивания. А мы можем продемонстрировать, я так понимаю? Нет. А, нет, 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 нет. Это просто крутые, крутая область. Извиняю. То есть сейчас можно крепление просто снять. А-а-а. И все, ничего не царапается. Ничего не царапается, можно перевозить. А это все, получается, сменные вещи, они, по сути, ну, как походят. Да, ну, здесь приклеено, вся проставка уже приклеена. Это да, я имею в виду, что вот эту штуку, то есть, а, чтобы ботинки не менять, и, собственно, ты берешь, покупаешь другие лыжи. Либо, ну, бывает такое, не хватает денег на крепление дополнительное. Есть, допустим, три пары лыж, а всего две пары креплений. То есть, ну, сейчас инвентарь, конечно, ну, ценник. А он по размеру меняется для, ну, дети растут, а лыжи удлиняются? Нет, лыжи растут, ботинки растут, пятка двигается. Все растет. Все, 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 да. То есть, это растет опять же таки от этого. Эти лыжи он взял, год-два отбегал, потом вырос, и эти лыжи уже не... Поменял. Ну, можно их на младшему брату дать? Ну, да, да, да. Как в Карлсинске. Если есть младший брат. Да, да, да. А скажите, а это вот для какого спортсмена, какой высоты на лыжи? Это лыжи вот, ну, в принципе, это вот для них сейчас подходит. Для вас уже малые? Да, для меня. На сколько выше должна быть лыжа? Например, моего роста? Ну, вот я смотрю на нее. На сколько? Да, она должна быть выше вас на сантиметров 10-15. А, это знаете, как... Если берем классические лыжи, вы должны поднять руку вверх, и она у вас должна быть по запястью. А мне хочется вот такой вопрос задать, ну, обращаясь к девушкам. А насколько у вас вот такое девичье соперничество? Или все-таки девочки подружки, они вот в команде и прям друг за друга? Да нет, нет, конечно, я тебе уступлю. Да, 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 ну, не переживай. Да, давай ты березов. Или все-таки вот спорт, это спорт, прежде всего, личный результат важен? Личный результат важен. Это обе так девушки считают? Да. Ну, да. То есть, если будете вдвоем делить лыжню, то можно будет маленько подпихнуть там чуть-чуть. Да, наверное. Ну, что ж, в разрешении мне хочется еще продемонстрировать медали, потому как есть среди них, ну, как вот, скажем, такие довольно, ну, которые уже можно увидеть где-то... Значимые. Да, да. А есть какие-то очень необычные, вот такая, например, медали, это у нас что? Ну, это... У Стюгов. У Стюгов, да. Я лучше вас туда забираю. Уже прочитал, и значит, уже знаешь. А скажите, какие ближайшие соревнования, где можно будет за вас поболеть, может быть, посмотреть? Да везде. Соревнования ближайшие. Сейчас Тимур у нас уезжает на первенство России. Саранск. Поэтому все желающие могут приехать поболеть на Тимура. А я предлагаю Саранску поболеть за нашего спортсмена, почему бы и нет. Нет, я думаю, что некоторое время пройдет, и уже на... через 4 года уже, в принципе, можно будет увидеть. Да, можно ли будет участвовать? Или еще рано? Еще будет рано. Сложно нашел. Еще он, может, еще и юниором, да. Но, тем не менее, я думаю, что уже такой подготовительный этап и такой просмотр на через 8 лет тогда уже будет. Поэтому мы, безусловно, пожелаем вам удачи и еще огромного количества медалей, чтобы однажды вы к нам пришли. Здесь просто все было завалено медалями, кубками, лыжами. Я не знаю, еще чем. Удачи, удачи. И только этого я напомню, кто у нас был в гостях. Запоминаем всех по именам, по фамильям. Тимур Тагачаков, Ева Бездомникова, Дарья Кривошеева и старш-тренеры по биатлону Анатолий Ходик. Спасибо вам большое у всех. Спасибо. Я уже новый дизайн для своего планшета придумал. В принципе, мне очень нравится. Очень актуальненько. Ну что ж, от рубрики «Спроси биатлониста». Перейдем к рубрике «Спроси юриста». Вы задаете вопросы, мы, в свою очередь, ищем ответы.